Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Добрый день. Программа «Без антракта» на радио «Болтком». Я Евгения Шерменева. Напомню вам, что это программа, посвященная событиям, тенденциям, происходящим в современном театре. В этой программе мы говорим предпочтительно про то, что происходит здесь и сейчас, происходит в странах Балтии, конечно же, в Риге, в Латвии. И я рассказываю о том, что интересного есть в российском театре, потому что наша аудитория говорит на русском языке. И, конечно, это тоже важно не забывать о том, что происходит в России. Самая главная новость этого дня. Я теперь решила делать небольшие новостные блоки в начале программы. Я думаю, что это вас всех тоже порадует, потому что происходит очень много всего интересного. И посвящать этому целую программу сложновато, но упускать новости не хотелось бы, конечно. Итак, сегодня у нас 5 сентября. И сегодня происходит очень важное событие. И сегодня открывается фестиваль международный, театральный фестиваль, который проходит в Риге уже много лет. Называется он Homo Novus. Я вот вам сейчас покажу, если вы увидите его сайт. Видно, я надеюсь. Сайт называется homonovus.lv. Потому что он есть только на латышском или на английском языке, либо вы смотрите его на латышском, либо на английском. Он международный. Открывается сегодня. Сегодня будет первое мероприятие. Будет проходить до 13 сентября. Поэтому впереди больше 10 дней. Больше 10 дней получаются программы разных перформансов, очень интересных художников. Вот, на мой взгляд, я вам назову несколько имен, которые меня лично очень интересуют в этой программе. Это инсталляция Филиппа Кена, французского режиссера, совершенно удивительного, которым я познакомилась много лет назад в Авиньоне. Проект Акиры Дакаямы, Вали Траат и Кристины Норман, спектакль, про который я чуть-чуть расскажу. Все места этого фестиваля необычные. Это дом на Бриэна Ела, это в Квартал рядом, вы увидите, есть мероприятие в Квартале Спорта 2. Это новый развивающийся район на месте старой конфетной фабрики. Один спектакль начинается просто на Замковой площади. Поэтому смотрите в кафе, я так понимаю, в разных культурных местах. Есть большая программка, хомонос. Вот я тоже ее нашла в другом театре, в котором я была в гостях. Здесь большая программа, здесь расписание. Каждый день, днем, вечером, в течение этих 10 дней очень много событий. Поэтому не пропустите. Даже есть мероприятия, на которые вход бесплатный. Поэтому я вам очень советую пойти и познакомиться с тем, что делает фестиваль хомонос. В Риге это очень важно. Он уже много лет занимается продвижением современного исполнительского искусства в Латвии. Очень много интересных перформансов. Для меня, на чем я бы хотела остановиться, это спектакль Кристины Норман. Он будет проходить в театре на улице Гертрудес, 101. Такой полудокументальный, полупостановочный. Очень много было работы с реальными людьми. При этом он необыкновенно поэтический, как описано в описании. И он создан на основе рассказов украинских женщин, ухаживающих за итальянскими пожилыми или совсем уже престарелыми людьми. Итак, хомонос, напоминаю, сайт показала, рассказала. Сегодня открытие. Поздравляем наших коллег с сегодняшним днем. Пусть будет хороший фестиваль. Удачи и вперед. Итак, театр на улице Гертрудес, где будет проходить один из проектов фестиваля. Вчера состоялась, во вторник состоялась пресс-конференция. Такой был общий завтрак. Представители прессы латышской, русскоязычной. И приходили люди, которые будут делать, режиссеры, хореограф, которые будут делать новые проекты в этом году, в этом театре. Самое важное, этот независимый театр, на этой площадке, на улице Гертрудес, 101, это во дворах, старое здание, тоже какой-то фабрики небольшой. И в этой фабрике, как раньше всегда было, и был такой актовый зал, где все собирались. Вот в этом актовом зале теперь уже больше 10 лет в Риге работает независимый театр, который называется Гертрудес и Ялос Театрис, гид. Итак, рассказал Влад Наставшев, режиссер, о том, какой спектакль он будет ставить. Рассказал Элмар Синьков, какой будет спектакль ставить. Здесь рассказал художественный руководитель театра Андрея Сьеровоиск о том, какие будут проекты. Я очень надеюсь, что я в этом сезоне приглашу представителей этого театра просто поговорить здесь в эфире о том, как живет, как работает независимый театр в Латвии. Вот у них опыт 10 лет. Через их сцену, через их работу прошли очень многие нынче известные и артисты, и режиссеры. И многие дебютировали в этом театре, а теперь стали работать в больших государственных театрах. Так что могу вам сказать, что в октябре будет целый блок спектаклей, которые можно будет посмотреть. Самое важное и самое интересное, что происходило в течение 10 лет в этом театре. Будет такое немножко, как сказать, празднование такого рода. Еще хочу вам сказать, что в сентябре, предупреждаю заранее, чтобы вы успели купить билеты, это такая маленькая картинка. Вот, смотрите, написано «Интарси». Это 19 и 20 сентября. Те, кто слушают меня, я говорю, а те, кто потом будет смотреть на Ютьюбе, они даже могут увидеть картинки. 19 и 20 сентября испанский коллектив EIA и спектакль «Интарси» на площадке, на арене цирка Рижского. Там тоже очень много происходит, я говорила об этом в одной из предыдущих программ, и я очень надеюсь, что мы тоже поговорим с кем-то в эфире о том, какие события, какие проекты планируются в Рижском цирке в течение этого сезона. Я думаю, что всем будет интересно. Итак, новый рижский фестиваль перформансов, на котором очень много спектаклей, перформансов, где даже не нужен язык. Гертруда Сиелос, театрис, где можно говорить о том, что интересного происходило за 10 лет. И цирк, естественно, всем очень рекомендую, потому что вам тоже не нужно прекрасное знание латышского языка. Это испанский цирк, это гастроли. Идите. Вот новости на сегодняшний день, ближайшие события, которые я вам советую не пропустить, не говоря о том, что происходит в русской драме, в Даллас театре, в Национальном театре, в Театре кукол. Я вам сейчас перечислила все точки Риги, которые стоит отметить для себя. И рассказываю вам теперь о том, что у нас новый сезон в Новом Рижском театре, одном из самых моих любимых театров. Театр, с которым я познакомилась в 2001 году во время фестиваля Новый Европейский театр, где я была директором в Москве. И привозили спектакли отсюда в течение, наверное, раз в два года мы привозили все премьеры Алвеса и Хермениса в Москву и показывали там. Этот театр был любимцем не только моим, но и всей московской публики. Итак, открывается новый сезон Нового Рижского театра. В августе месяце прошла пресс-конференция в театре, где Алвес Хермес и руководство театра, директор театра, и режиссеры, которых он позвал работать, рассказывали о том, какие перспективы в этом году. Я сразу скажу о том, что в понедельник, 9 числа, начнется продажа билетов на самый ожидаемый спектакль этого сезона, я думаю. Это «Белый вертолет», который ставит Алвес Хермес с Михаилом Барышниковым. Это еще один спектакль в их партнерстве. В этот раз в этом спектакле будут принимать двое артистов из труппы Нового Рижского театра «Гуна Зариня» и «Каспар Зноутинж». Поэтому я думаю, что, конечно, 9 числа те, кто зарегистрированы уже на сайте в продаже билетов Нового Рижского театра, билеты будут продаваться только на сайте. Никаких очередей, никаких касс, ничего. Как они выдержат, я не знаю. Я думаю, что там будет очень много техников, которые будут поддерживать работу сайта, потому что желающих будет много, и не только, я думаю, из Латвии, а, конечно, со всего мира будут собираться поклонники творчества и Барышникова, и Херманиса, и Зноутинжа, и Зариня. Потому что все они, конечно, все четверо этих людей, они удивительные художники. Итак, это «Белый вертолет», премьера в конце ноября. А ближайшая премьера в Новом Рижском театре, о которой я вам очень хочу рассказать, это спектакль, который называется «Вела Мила», «Поздняя любовь». Вот картинку тоже для тех, кто смотрит YouTube. Я вам про него сейчас расскажу подробнее, но скажу тоже еще о двух спектаклях, которые будут поставлены в Новом Рижском театре в конце октября премьера. Ищем актеров режиссера Гатиса Шмидта. Он очень много и часто работает с Новым Рижским театром. Один из таких любимых партнеров, видимо, Малвис Херманис в режиссуре в театре. Этот спектакль будет отсылать к истории спектакля «Играйте актеры». Легендарный спектакль режиссера Петера Петерсона по пьесе Александра Чака. Этот спектакль шел в молодежном театре больше 16 сезонов здесь, в Риге. И поэтому, знаете, это работает со своей историей и с литературой латышской. И, наверное, это будет очень интересно. И режиссер Инга Тропа ставит спектакль по пьесе Аспазии «Невеста Ужа». Это будет тоже такой эксперимент, потому что я смотрела спектакль Инги, который она поставила в Диорджи Диилл театре в прошлом году. Они получили приз с Пелмену на акции за лучший спектакль «Малая форма». Поэтому посмотрим, что будет хорошего и интересного у нее здесь, в Новом Рижском театре. Итак, спектакль «Поздняя любовь». Для меня это очень интересный спектакль. Я обязательно на него сейчас пойду. Насколько я знаю, билеты уже на сентябрь, на октябрь, на премьерные показы проданы. Поэтому тоже следите за сайтом. Я вам очень рекомендую купить билеты, даже если вы никогда не пробовали смотреть спектакли на чужом языке. Сейчас я вам объясню, почему это возможно и почему это стоит сделать. «Поздняя любовь» — это такой парафраз, реинкарнация, как бы еще сказать, новая редакция спектакля, который Алвис Херманис поставил много лет назад в Мюхенском камершпиле. И я этот спектакль смотрела урывками, не целиком, к сожалению, потому что я работала на фестивале «НЕТ» в 2010 году. Мы привозили этот спектакль из Мюхенского камершпиле. Я вам сейчас прочитаю небольшой кусочек рецензии очень хорошего критика российского Алены Карась в «Российской газете» тогда в 2010 году. Она написала вот что про спектакль из камершпиле. «Алвис Херманис вместе с прекрасными актерами Барбарой Нуссе и Андрой Юнгом создают такую игровую среду, в которой проза Зингера превращается в магнитофонную запись реальности. Предлагая актерам полное театральное перевоплощение, одевая их в толстинки, накладные парики, меняя голоса, накладывая грим, меняя всю телесность, Херманис, тем не менее, создает у нас ощущение скучно текущей и вовсе не театральной жизни. Главный вопрос спектакля, заданный его героем Гарри Бендингером – зачем человек рождается и зачем умирает? Херманис задает в этом спектакле без всякого пафоса, в стороне от сильных эмоций. Этот спектакль был показан в Москве два раза, собрал огромную аудиторию, люди стояли на улице, спрашивали билеты, были какие-то безумные ломы, все критики театральные отписались про этот спектакль, это было одно из самых больших событий ноября 2010 года в Москве. И поэтому, в общем, у нас у всех, теперь в Риге есть такая прекрасная возможность, а я даже думаю о том, что, может быть, кто-то приедет и не из Риги, те, кто смотрит или слушает нас в России, те, кто не попали когда-то в 2010 году на тот спектакль, могут приехать сейчас в Ригу, это будут регулярные показы в репертуаре Нового Рижского театра. И я вам хочу сказать, что здесь очень интересные актеры играют, здесь играет Гундер Сабулинч, спектакль, и Регину Разума, которая тоже очень известна в России, актриса. Спектакль – это два рассказа, спиритические сеансы, поздняя любовь. Рассказы есть на русском языке, поэтому вы можете посмотреть, прочитать и идти на спектакль уже готовыми, зная то, о чем будет спектакль. И вчера, нет, во вторник, почему я все время вторник называю вчера, во вторник я специально поехала после репетиции, которая проходит сейчас в Новом Рижском театре в Риге, и встретилась с Гундер Сабулинчем, который работает в этом театре. Что интересно, Гундер С три года по контракту работал в Мюнсхенском камершпиле и видел и актеров, и знает их, и видел этот спектакль, конечно же. Поэтому это для него, конечно, такая очень интересная работа. И я задала ему такой вопрос. Вот как это сложно для актера вписаться в спектакль, который уже был сыгран когда-то другими актерами, но не то, чтобы просто вот стать одним из актеров, играющих в текущем репертуаре, в текущем спектакле. А с одной стороны, вроде бы уже известный спектакль, а ты его вроде придумываешь заново, и надо играть его на другом языке, и это совсем такое немножко уже другое, и новые какие-то части реквизита, и части декорации будут все равно новые, и новые решения, и время уже прошло, и вообще многое изменилось. Вот что для Гундерса Абуленьша вписаться в такой спектакль? Нет, вопрос в том, как чужую одежду сделать своей. Это не то, что купить в секонд-хенде одежду, которую уже кто-то перед тобой носил. Дело в том, что этот спектакль, этот актер Мюнхенского театра, с которым мы, к сожалению, во время моего пребывания в Мюнхене не встретились на сцене, за сценой, да, но на сцене нет, к сожалению. Это вообще один из моих таких больших авторитетов. Так как он работает, играет, и мыслит, и действует на сцене, это я могу только восхищаться. И мне теперь приходится как бы взять его рисунок, но из-за чистого эгоизма я не могу один в один повторять его рисунок. Я хочу туда, так сказать, вдохнуть какую-то свою жил, но при всем уважении, сохраняя его, это не только его, это и Алвиса Херманиса, и Моники, и другой актрисы рисунок. Да, это очень странный вопрос. Обычно это мешает, но на этот раз, кажется, это мне очень во многом помогло, потому что у нас с этим коллегой Андреем Юнгом очень много таких точек соприкосновения, общих. Ну, о них не буду сейчас уходить в детали, но, да, на этот раз, кажется, я мог и могу до сих пор на него положиться и сделать то, что он начал, ну, хотя бы не хуже. И второй вопрос, который меня тоже очень интересовал. Я должна вам рассказать, что Гондар Сапулинш, он не просто актер, один из ведущих актеров Нового Рижского театра, актер из династии актерской. Я очень-очень надеюсь, что он тоже к нам как-нибудь придет. Но он еще и переводит спектакли. Он прекрасно владеет немецким и русским языком, и он часто переводит тексты спектаклей для того, чтобы они ставились в Новом Рижском театре на латышский язык. И я задала ему вопрос, вот его отношение к этому тексту Зингера, к двум этим рассказам, которые они сейчас репетируют. Какое его отношение к этому тексту? Вот он очень много интересных вещей рассказал. Сейчас у него будет еще небольшой ответ. Во-первых, я должен буду его со сцены произносить. Это ответственность. Во-вторых, переводчики, не только я один, но переводчики, мы все, которые находятся на сцене, ибо мы переводим мысли и образы автора Зингера на театральный язык. Это комплексная работа, не только текст. Текст там 20%, а образность и мир его, и жизнь, и эти судьбы людей, это 80%. Это мы все вместе, и Регина Разума, и Альвис Харман, Симоника Пурмале, и Паулина Калнине, и это ассистент художника, и люди, которые, наши ребята по технической, по звуку, и все далее, это мы все вместе переводим. Такой текст. Ну, текст там. Кстати, я переводил рассказы Зингера на латышский язык. Конечно, существуют переводы его рассказов на немецком, на английском он писал, и на еврите, на ядиши, извините. Он писал на ядиши и на английском. Эти рассказы написаны на английском. Те, которые были раньше, ранние его произведения на ядиши. Поскольку я знаю немецкий и русский, кстати, Зингер сам говорил по-русски и признал русские переводы своих произведений очень адекватными. То есть, на русский перевод его рассказа очень можно положиться, что это близко к оригиналу, потому что сам автор так сказал. Ну, и мы сделали компиляцию текста из его рассказов. Ну, за основу мы брали оригинал, а потом смотрели, как этот оригинал переведен на другие языки. Интересно, каким путем шли другие переводчики, поскольку нам тоже предстоит на театральный язык перевести. Ну, это интересная работа. Посмотрим, что из этого получится. Ну, посмотреть нам удастся уже очень скоро. 12 сентября премьера. Удачи театру. Всем советую не пропустить. И еще напоследок вам такой подарок. Я встречалась в мае месяце, когда проходили первые репетиции нового перспективного такого проекта, спектакля, который Алвес Хермейс будет делать, планирует делать, с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой, посвященный Михаилу Горбачеву. Это фигура, которая очень важна для Алвеса. Он об этом много говорил сейчас на пресс-конференции. И Евгений Миронов дал мне небольшой комментарий про его работу с Алвесом и про свое отношение к Алвесу и Херманису. Это будет наше последнее включение. И напоследок я вам покажу название группы в Фейсбуке «Театр без антракта», в котором я выкладываю все, что происходит здесь. И в котором я пишу, более того, я пишу очень много рекомендаций по отношению к театру, по отношению к современному театру. Слушаем Евгения Миронова. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на страницу, слушайте нас потом на всех спотифаях, на Apple. Пожалуйста. Я с большим удовольствием буду рассказывать еще и еще. Женя Миронов. Позиции будут и в Риге. Они, собственно говоря, уже начались. А потом продолжатся в Москве и в Риге, наверное, скорее всего, мы поделим пополам это все. А почему Херманис опять? Потому что я очень скучаю друг по другу, по работе. И так получилось, это естественно, что жизнь развела. Но мы еще долго очень искали материал, который нам был бы вот обоим, в котором мы прям ах сказали, что нас зажгло очень сильно. И, конечно, Горбачев, это его идея. Я подпрыгнул, потому что мне, во-первых, я очень люблю этого человека, во-вторых, мне интересно разобраться в этой трагической фигуре. Даже не в нем самом, а в этом, может быть, времени. То есть ситуация, в которую он попал, да? Вот это сложилось, как все сложилось. Да, это удивительные 6 лет. Это всего 6 лет. Но за это время поменялся мир. А вот сейчас, когда мы разбираем, хочется отмотать с самого начала, с рождения. Ничто не предвещало рождение человека, который может поменять карту мира. Как это получилось? При каких обстоятельствах? Кто этому способствовал? Кто этому мешал? Почему он проклят на родине? И вторая фигура после Иисуса Христа в западном мире, да. Он вообще из тех людей, из тех политиков, которые признают ошибки. Сейчас это просто невозможно. Я сейчас говорю про время. Никто никогда сейчас свои ошибки не признает. Это считается слабостью. А он считал это силой. У меня съемки до моего приезда. И я сейчас улетаю, у меня завтра продолжаются съемки. Я еще не вошел в материал. А мне очень хочется. Вот эти 3 дня, всего 3 дня сейчас, но это уже такое погружение по полной. Потому что мы приехали в солнечную Ригу, где я впервые вижу такую погоду. Может, она тут бывает, но я не попадал. Мне не везло. Мы приехали работать, а тут все этому противоречит. И погода, и прекрасные люди, и лица. Куча соблазнов. Тем не менее, мы не выходим, как в келье сидим, обложились материалами, фильмами, рассуждаем, спорим, разговариваем. Вспоминаем свою историю, то, что связано с ним. Да, и не с ним. Вспоминаем каждую свою историю личную. Вообще личную. Вот так вот просто. Поскольку Алвиш из тех режиссеров, которые ткут, ткут как-то, ну, как это, такая была сказка, Варвара Краса, длинная коса. Когда, помните, она ковер глазами, вот он невидимо это делает. Я не понимаю из чего. Он из тех режиссеров, каких для меня, ну, загадок, которые, понимаете, когда вы знали из какого шора, непонятно из чего, вот, вырастают какие-то предложения его, решения. Ну, посмотрим. Ну, это все равно общая работа, да? Для него это важно. Я так понимаю, что вы были включены, и чтобы вы участвовали на всех уровнях в этом обсуждении, в придумывании, в разговорах. Ну, конечно. Потом все это будет создаваться. Во-первых, мы друзья, во-вторых, мы, ну, с уважением относятся и ко мне, и к Чолпан, не просто как к артистам, а ну, это личностное высказывание. Нужно, как сказать, иметь право высказаться и дать личную оценку, может, внутреннюю свою. Это не означает, что мы можем, как сказать, кривить душой и не говорить правду во всем объеме, а вот в нашем отношении к этому человеку. Тогда мы можем сказать, что это ко-продукция не с точки зрения юридически-финансовой, а что это ко-продукция ваше общее создание. Конечно. А так оно только может быть среди талантливых людей. Как-то я диктатор, диктаторство в этом смысле, как-то я не очень понимаю. Следующего приезда и следующих репетиций. Я тоже. Спасибо, Женя.